привет меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции и тема сегодняшнего видео университет ак денис в анталии за моей спиной вход на территорию огромная территория сегодня мы своими глазами посмотрим что здесь и как и если у вас есть какие-нибудь дополнения обязательно пишите в комментариях ну остальное все по ходу дела в этом видео я покажу тебе как учатся студенты в турции студенческий городок как он выглядит изнутри тут учится попробую передать атмосферу большой привет эдику который помог мне снять это видео и рассказал как он учится он переехал из украины и по программе обучается тут ему еще парит стипендию если захотите узнать подробнее как это у него получилось посмотрите мое видео в котором мы вместе с эдиком его отцом яковом и педагогом метином с 27-летним стажем преподавания в турции рассказали о тонкостях поступления в учебное заведение турции я занимаюсь недвижимостью и инвестициями и буду рад вам помочь связывайтесь со мной и я обязательно отвечу каждому в описании к этому видео есть вся контактная информация и ссылка на youtube канал каталог недвижимости где я выкладываю самые горячие актуальные предложения ну а сейчас внимание анталия 2019 год агденис университет здесь проходит научно исследовательские работы и образовательный центр для студентов среднеземноморский университет в анталии считается одним из классических учебных заведений турции объединяющий множество институтов отделений и школ активно сотрудничает с различными учебными заведениями других стран университет акденис является современным динамично развивающимся образовательным центром турции история акденис началась в одна тысяча девятьсот восемь втором году когда несколько институтов высшего образования находящиеся в анталии бодрыми и испарте были объединены в единый университет и было построено основное здание к западу от центра анталии расположена она между районами ункалы и улицы думблю пинар акденис это большой студенческий городок рядом расположены и учебные корпуса кампусы библиотеки и студенческие общежития через дорогу от него находится здание клиники акденис медицинского учреждения входящая структуру вуза есть и мечеть на территории университетского городка на сегодняшний день университет акденис это один из самых крупных учебных заведений в стране в нем обучается порядка вдумайтесь восьмидесяти тысяч студентов обмениваются студентами со всего мира помимо образовательных программ стандартного обучения дающих степень бакалавра в нем можно обучаться и в магистратуре и аспирантуре и всевозможных различных направлениях других по окончании обучающийся получает степень доктора штат преподавателей 1691 человек штат административного персонала 1325 человек вуз ведет активную программу по обмену студентами российские украинские белорусские литовские болгарские да и почти со всех стран бывшего ср обменятся студентами и обучают высшие учебные заведения также отправляют своих студентов на стажировку и обучение сюда обучение проходит на турецком и английском языке срок обучения около 9 месяцев после чего вы уже можете полноценно общаться но об этом чуть позже среди известных выпускников можно отметить следующих турецких деятелей таких как азиза ахмедова в восемь шестом году родилась а в 2008 году осталась серебряным призером олимпийских игр бахри англи кулу в 2004 году серебряный призер олимпийских игр и многократный чемпион мира и европы мустафа калем ли занимающий пост спикера парламента тоже учился в этом университете умер оскан доцент доктор в институте пластической реконструктивной эстетической хирургии который совершил первую полную пересадку лица медицинский факультет структура акденис университета вуз включает себя 20 факультетов 7 институтов 4 колледжа и 8 профессиональных училищ это аналог российского колледжа также есть специальная школа по изучению языка томер факультеты медицинский факультет факультет сельского хозяйства факультет экономики и менеджмента филологический факультет факультет естественных наук педагогический факультет богословский факультет факультет коммуникации факультет стоматологии факультет изобразительного искусства инженерный факультет факультет рыболовство институт транспонтологии юридический факультет Есть краткосрочные школы и школы специального образования. Здесь также можно изучить основы отдельного менеджмента и туристического бизнеса, получить специализацию в прикладных науках, спорте, иностранных языках. Здесь создан свой консультационный бизнес-центр, который занимается программами трудоустройства выпускников, что очень немаловажно. Университет оказывает всяческое содействие в программах занятости студентов. Для всех студентов, которые хотят заниматься спортом, на территории расположены площадки для игр в баскетбол, бэллибол, площадки для тенниса и поля для гольфа, футбольные поля, фитнес-залы и бассейны. Библиотека – одна из крупнейших университетских библиотек. Она занимает площадь 4,5 тысячи квадратных метров, имеет 12 залов и 630 посадочных мест для студентов. Вся литература включена в фонды библиотеки, содержит информацию по различным направлениям прикладных исследовательских наук, которым занимаются в университете. К ВУЗу относится также стадион «Ак-Денис», который расположен на побережье. Площадка стадиона является местом домашних тренировок футбольного клуба «Анталия Спор» с 2012 года. Научная и исследовательская деятельность в ВУЗе. Тут реализовывается около 250 научных и исследовательских программ по различным направлениям. «Ак-Денис» является почетным членом Ассоциации европейских университетов. Принимает активнейшее участие в международных программах и проектах, например, таких как «Леонардо» и «Эрасмус» с 2003 года. Программа «Эрасмус» сочетает в себе программы в области образования, обучения и спорта. В этой программе участвуют более 4 тысяч учебных соведений из 34 стран мира. Факультет международного туризма сотрудничает с различными учебными заведениями Турциями и других стран. По программе обмена опытом несколько десятков преподавателей «Ак-Денис» ездит стажироваться в другие высшие учебные заведения Турции. Носители русского языка из числа преподавателей преподают студентам углубленное изучение лексических основ русского языка с проведением тренингов и отработкой практических ситуаций. В 1982 году одновременно была основана одноименная больница. На нынешний день больница имеет отличную научно-исследовательскую базу. При тесном сотрудничестве с медицинским факультетом разрабатываются научно-исследовательские программы и проекты. Особые результаты клиника «Ак-Денис» получила в области хирургии, ортопедии, транспонтологии, а также в проведении особо сложных нейрохирургических операций. В 2008 году клиника получила международный сертификат, что говорит о соответствии больницы международным стандартным обслуживающим и управляющим нормам. Сотрудники этой клиники преподают в институте, проводят выездные тренинги и практические дисциплины. Если хотите узнать о клинике «Мемориал», заходите на сайты и узнавайте больше информации. Экскурсия. Вуз не входит в число основных достопримечательностей Анталии, не включен в программу обзорных экскурсий. Но если студенты или те, кто хочет учиться в этом учебном заведении, желают ознакомиться с ним поближе, то в Анталии есть несколько турфирм, в сферу деятельности которых входит образовательный туризм. Что еще достопримечательного? Ну, давайте подумаем о том, на каком языке будут учиться ваши дети, к примеру. Обучение здесь происходит на турецком языке, но есть группы и на английском языке. В университете Ак-Денис есть много всевозможных приятных моментов для учебы. Такие как, например, ученикам предлагается льготный проезд, пользование библиотекой, питание в столовой, где за три лиры можно получить полноценный обед. На территории университета Ак-Денис есть большое количество всевозможных уютных кафе, где можно расположиться для общения и просто отдыха, да и покушать, естественно. Очень приятный момент. Учеников вывозят на образовательные экскурсии по разным историческим местам, музеям и культурным всевозможным заведениям. Даже в разных городах можно побывать. Все это за счет учебного заведения. Как вы знаете, у меня учится там друг, и он мне рассказывал о особенном отношении к иностранным студентам. Очень сильно все помогают, говорит он. Администрация, педагогический состав, да и сами турецкие студенты по-товарищески помогают своим иностранным учащимся коллегам. Предлагаются бесплатные языковые курсы тем, кто поступил по программе ЕТБ, турецкие стипендии. Для тех, кто сдал ЕС-экзамены и платно учатся, языковые курсы платные. На территории Агдениза есть Тамер – специальная школа турецкого языка. Находится на территории и принадлежит лингвистическому факультету иностранных языков. За 9 месяцев, один учебный год, иностранцы проходят курсы от А1, то есть с нуля, до С1, то есть свободно говорящие и способные обучаться на турецком языке. После С1 уже идет курс академического языка. Пройдя его, можно разговаривать уже, используя научные термины и всевозможные умные словечки. И студент уже сможет не только обучаться и комфортно разговаривать на улице, но и получать образование на более высоких уровнях. Огромная территория Агдениза позволяет студентам комфортно там жить и отдыхать. Есть и излюбленные места студентов. Это облагороженные парки. У каждого факультета есть свои парки с территорией, где можно лежать с книжкой на траве, сидеть на пуфиках. Есть, конечно, и скамейки. Студенты на переменах выходят в эти самые парки и занимаются в них, разговаривают, общаются, знакомятся, возможно, со своими будущими сотрудниками и коллегами по работе. Я считаю, такое погружение в профессию очень информативно и полезно. Ну а некоторые просто наслаждаются там природой. Думаю, это тоже очень здорово. Все для людей. Я учился в нескольких университетах в разных странах. И скажу честно, лично у меня нигде не было таких шикарных условий. По-доброму завидую всем тем, кто будет там учиться. Ну что, удачи! Грызите гранит науки и рассказывайте своим друзьям. Может быть, это кому-то поможет выбрать нужный университет. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Подписывайтесь на мой канал, делитесь моими видео с друзьями и жмите на колокольчик. Я тебе буду высылать сообщения о моих новых полезных видео. Каждый вторник и пятницу в 15.00. И сообщу о начале трансляции каждое воскресенье в 11.00, где мы с гостями отвечаем на твои вопросы на заданную тему. Всем желаю удачи и новых знаний. Дин-дон-дэй, ма-саляма, гэ-до, гиле-гиле. Ну и, наконец, до побачення! Такой вот он университет Ак-Денис. Спасибо за то, что досмотрел это видео до конца. Если есть вопросы, обязательно пиши, я на них отвечу. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления о моих видосах. И, естественно, очень буду рад сидеть на моем новом канале о недвижимости. Про деборсию ничего не забыл. Дин-дон-дэй, ма-саляма, гэ-до, гиле-гиле. Ну и, наконец, просто пока!